Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы продолжаем разбираться с самолетом L-39 в игре ДКС. И как я и обещал, сегодня мы разберемся с порядком запуска двигателя. Приступим. В прошлом видео мы сделали предполетный осмотр самолета, включили электропитание и приготовились к запуску двигателя. Перед запуском необходимо включить преобразователь 115 В, 1, 2 и RTL. Далее сделать запрос руководителю полетов на разрешение на запуск. Таймыр, 155, запуск. 1, 5, 5, Таймыр, запуск разрешаю. После получения разрешения на запуск выключить АЗС RTL, включить АЗС SARP и убедиться в том, что он включился по морганию зеленой лампочки. Далее снять рут с упора малого газа, переместить его в упор до максимала. При этом убедиться в том, что положение переключателя режима работы приемника воздушного давления находится в положении работа. Переместить рут назад на малый газ и поставить на упор стоп. При перемещении рут вперед-назад убедиться в свободности его хода и отрегулировать этот ход. Далее, после проверки свободности хода рута, переходим к проверке аварийной сигнализации самолета. Для этого на пульте перед рут нажимаем кнопку контроль EV300. По индикатору вибрации двигателя стрелка должна показывать 75-100 мм в секунду и загореться вибрация двигателя. Отпускаем кнопку. Нажимаем кнопку контроль светового табло. Все световые табло должны гореть. Реостатом возле этой кнопки мы можем отрегулировать яркость световых табло. Отпускаем кнопку. Проверяем систему предупреждения о пожаре. Первый контур. Сигнальное табло пожар горит. Второй контур. Сигнальное табло пожар горит. После проверки аварийной сигнализации оставляем на основном электрощитке, включенными АЗС, только аккумулятор и двигатель. При подготовке к запуску двигателя необходимо убедиться в том, что с датчика РИУ три чехоза снят. Должен стоять техникум. Должен эти чеки быть у него. Впереди и сзади самолета нет никаких посторонних лиц и предметов. Установлен стояночный тормоз. Рут в положении стоп. САРП включен. Горят табло тележка при запуске от наземного источника питания. Генератор основной. Генератор запасной. Минимальное давление масла. Кондиционер закрыт. Антибледенение в выключенном состоянии. Температура масла не ниже, чем минус 40 градусов Цельсия. Также убедиться в том, что все чеки сняты и фонарь задней кабины закрыт. Далее можно перейти к запуску двигателя. Для этого необходимо убедиться в том, что не горит табло «Не запускай». Дать команду технику снять чеки заглушки от двигателя, получив от него доклад «Есть от двигателя». Нажать на 1-2 секунды кнопку «Турбо». Одновременно с этим включить секундомер. Через 23-24 секунды должно загореться табло «Турбо Стартер». После загорания табло дать «Сапфиру 5», то есть вспомогательной установки, поработать еще 5-10 секунд. Убедиться в том, что он вышел на свой рабочий режим и приступить к запуску двигателя. Для этого необходимо сбросить секундомер, запустить его и одновременно с этим нажать на кнопку «Двигатель». Через 3-6 секунд снять рут с упора «Стоп». Не снимая руку с ручки управления двигателем, контролируем запуск двигателя, его рост оборотов, рост температуры. На 41-44% газник «Турбо Стартер». Температура не должна превысить 550 градусов Цельсия. Обороты растут равномерно. И в течение менее чем 50 секунд двигатель должен выйти на свой рабочий режим. То есть 54,5-57,5%. Запуск у нас занял 40 секунд. Все в пределах нормы. Давление масла более 2. Температура в норме. Вибрации двигателя отсутствуют. В процессе запуска двигателя, если через 31 секунду табло «Турбо Стартер» не загорелось, то необходимо нажать на кнопку «Стоп Турбо». Повторный запуск «Стир-5» возможен только через 20 минут. После выхода двигателя на малый газ проверить обороты компрессора высокого давления. Они должны быть 54,5-57,5%. Давление масла не менее 2. Минимальное давление масла не горит. ТВГ не более 600. Предупреждение. Если после истечения 45-45 секунд от момента нажатия кнопки двигателя обороты ротора КВД по какой-либо причине не достигают 41-44%, ВСУ автоматически переходит на малый газ. Повторный запуск двигателя разрешено выполнять через 30 секунд после его полной остановки на протяжении всего цикла непрерывной работы «Стоп Турбо Стартер» 5, который равен 10 минутам. Повторный запуск двигателя разрешено выполнять только в том случае, если выявлены и устранены причины неудавшегося запуска. В процессе запуска разрешено допустимо кратковременное мигание красной лампы, фильтр топлива. При возникновении пожара необходимо закрыть пожарный кран, установить рут в положении «Стоп», остановить «Турбо» кнопкой «Стоп Турбо», выключить все АЗС на основном электрощитке, покинуть кабину и при необходимости приступить к тушению пожара. Запуск двигателя прекратить постановкой рут в положении «Стоп» с последующим немедленным выключением «ВСУ» выключателем «Стоп Турбо», если в процессе запуска 1. До 8 секунды нет рост оборотов ротора КВД, до 25 секунды нет показаний ТВГ, ТВГ стремится превысить 550 градусов с темпом нарастания 10 секунд и более. В случаях заброса температуры выходных газов при запуске двигателя на земле до 700 и выше, двигатель отстраняется от дальнейшей эксплуатации. Следующее. В процессе нарастания оборотов не появляется давление масла на входе двигателя. При давлении масла 2, 2 атмосферы и более, продолжает гореть минимальное давление масла. Следующее. Прекратился рост оборотов ротора компрессора высокого давления, то есть двигатель как бы завис. Далее. При оборотах компрессора высокого давления 30% нет оборотов ротора низкого давления. Далее. Двигатель не выходит на режим малого газа более чем за 50 секунд. Далее. Не происходит выключения SOFIR 5 при оборотах компрессора высокого давления 44,5% или за время менее или равное 45 секунд. Следующее. Несоответствие параметров работы двигателя режиму малого газа. После запуска необходимо засечь время прогрева двигателя на малом газу 1 минуту. Включить генератор. Запасной генератор. Дать технику команду на отключение наземного источника электропитания. Отключить питание. Прием. После отключения наземного источника электропитания табло тележка гаснет. Также после отключения гаснет табло генератор. Запасной генератор. А напряжение в вордсети остается тем же. То есть в пределах 27-29 вольт. Далее. Включить все остальные АЗС. За исключением аварийные СРО и ИСКРА. То есть вот они специально введены в красную рамочку. Их включать не надо. АЗС баки включить в том случае, если наши концевые баки заполнены. Когда концевые баки выработаны, загорается табло зелененькое баки. После загорания этого табло необходимо АЗС баки, крылевые баки, выключить. Далее. Закрыть фонарь. Под присмотром техника. Закрыть его замок и включить герметизацию кабины. Правой рукой рычаг кондиционер герметизации перемещается вперед до отказа. При этом гаснет табло кондиционер закрыто. В процессе прогрева двигателя на малом газу в течение 1 минуты необходимо настроить и проверить РКЛ-41. Для этого на пульте управления радиостанции включить выключатель РК. Настроить на пульте управления РКЛ-41 частоты дальнего и ближнего приводов. Для таймера это ближний 803, дальний 408. Включить РКЛ-41 выключатель в положение антенна. ТЛФ, ТЛГ в положение ТЛФ и прослушать позывные радиостанции сначала дальнего, затем ближнего. Настроить громкость прослушки данных позывных. Вернуть переключатель в положение дальний и переключив переключатель в положение ТЛФ, ТЛГ в положение ТЛГ. Необходимо настроить частоты таким образом, чтобы стрелка отклонилась на свое максимальное положение. Далее включить РКЛ-41 в положение К-автомат или К-вручную. Убедиться, что стрелка показывает на привод и возвращается при отклонении антенны РКЛ влево-вправо. Отклонили влево, стрелка пошла, отпустили, стрелка вернулась и показывает опять на привод. Отклонили антенну вправо, стрелка начинает вращение и возвращается опять на привод. То же самое для ближнего. Вернулась влево. Вернулась. Возвращаемся на дальний. Установить обороты двигателя на 85% и прогреть двигатель в течение минимум 1 минуты. При увеличении оборотов до 85% с темпом 1-2% в секунду проверить работу клапанов перепуска воздуха. При оборотах КВД 74-79% обороты КНД скачком увеличиваются на 3-4%. То есть закрывается клапан перепуска воздуха за пятой ступенью. В течение прогреть двигателя на оборотах 85% выполняется первое. Проверка гидросистемы. Техник выходит вперед и, подняв два пальца руки, сигнализирует о готовности проверки. Закрылки. Нажать кнопку уборки закрылков. Техник сжимает пальцы в кулак, контроль по лампам, кнопкам, давлению гидросистемы и утапливанию механического указателя. Нажать кнопку выпуска закрылков на 25. Техник одним пальцем подтверждает выпуска. Кнопка возвращается в исходное положение. Горит лампочка рядом с ней. Давление в гидросистеме уменьшается и восстанавливается. На левой плоскости наполовину выходит механический указатель. Нажать кнопку выпуска закрылков на 44 градуса. Техник подтверждает выпуск закрылков полностью двумя пальцами. Контроль аналогичен. Механический указатель выходит полностью. Снова установить закрылки на 25 для взлета. Техник подтверждает одним пальцем, как проконтролировать выпуск закрылков по системам, так же как и ранее. Далее тормозные щитки. Можно поставить сдвоенный переключатель на рут сначала в заднее, затем в переднее положение. Техник синхронно с выпуском и уборкой тормозных щитков под фиджеляжем разводит и сходит назад опущенные вниз руки. При выпуске тормозных щитков загорается табло зеленого цвета рядом с краном шасси. Давление в гидросистеме падает. После уборки табло гаснет, а давление восстанавливается. Второй раз выпуск и уборку тормозных щитков произвести нажатием кнопки на рут. Подтверждение техникам и контроле аналогично. Проверить, что аварийная гидросистема дозарядилась до 150 атмосфер. Проверка отклонения рулей управления самолетом. Снять резинку струс и отклонение ручки сначала от себя, затем на себя. Техник при этом смотрит за отклонением руля высоты и показывает его положение опусканием и подниманием кисти руки. При этом на САРП записывается диапазон отклонения руля высоты. Далее отклонить ручку влево-вправо. Техник смотрит за отклонением перейронов и показывает их положение. Поднятием кисти одной руки вверх, другой наоборот вниз. Далее отклонить педали влево-вправо, в крайнем положении нога напряжена и слегка согнута в колени. К технику отклонением руки влево-вправо показывает соответствующее положение руля направления. Проверить. Перед собой приборное оборудование. Табло слева и справа над приборной доской. Если горят табло баки, выключить АЗС баки на основном электрощитке. Далее, РВ-5. Горит табло опасной высоты. Уточнить положение задачки опасной высоты. Нажать кнопку контроль. Наказатель радиовысотомера. Стрелка устанавливается на 15 плюс минус 1,5 метра. АГД-1. Силуэт самолета своими горизонтальными концами совмещен с индексами на внешней шкале. Лампочка ориентации не горит. НПП. На шкале ГМК уточнить установку курса задатчика на истинный посадочный равный взлетному курсу. Если на табло кратковременно загорается согласование заданного азимута, значит летчик задней кабины нажал на кнопку «Искра согласования заданного азимута». На правой панели для установки курса задачки у себя в передней кабине. На указателях азимута и дальности контроль. Азимутальная стрелка тонким концом показывает на маяк РСБМ. Ощетчик дальности расстояния до него. Справа в кабине переключатель режима положения навигации. Сгорят лампочки коррекция дальности, коррекция азимута. Комбинированный прибор вареометра с указателем поворота и скольжения. При необходимости кремольеры уточнить положение стрелки вареометра, чтобы она была на нуле. Проверка противообледенительной системы самолета. На правом пульте переключатель антиобледенительного установки положения автомата. И нажать на кнопку «Контроль РИО». При этом загорается лампа рядом с кнопкой «Отпустить кнопку». Дальнейший прогрев и опробование двигателя. Переместить рут вперед в положение 0.85 минимально. Это предусмотрено 99%. При процессе увеличения оборотов для установки данного режима на оборотах компрессора высокого давления 86-90% происходит скачок оборотов компрессора низкого давления на 1-2%. То есть это будет символизировать о закрытии клапана перепускного воздуха за третьей ступень. Держать на данном режиме 15-20 секунд. Проверить и запомнить параметры работы двигателя, такие как обороты, температура выходных газов, давление топлива, масло, температуру масла. Далее рут в положении номинал. Это 103%. Выдержать 15-20 секунд. Запомнить те же самые параметры работы двигателя. После переместить рут в положение максимал на 15-20 секунд и также запомнить параметры работы двигателя, чтобы они не были в своих пределах. При этом особое внимание уделить и запомнить давление в топливной системе. Плавно установить режим малого газа. Сохранить 30 секунд. В процессе падения оборотов проверить обороты КВД, при которых открывается КПВ за третьей и пятой ступенью. Продолжение следует... Далее необходимо будет проверить приемистость двигателя. Для этого необходимо в течение 1-2 секунды переместить рут в положение максимал и зафиксировать время, при котором давление топлива будет на 10% ниже давления топлива на максимале. Дополнительный контроль это стрелка компрессора высокого давления на 100%. Итак, поехали. 10 секунд. Норма, если приемистость двигателя находится в пределах 9-12 секунд. Выдержали 15-20 секунд. Следующий шаг это проверка дросселирования двигателя. Для этого необходимо будет убрать обороты в положение малый газ и зафиксировать время, за которое давление топлива упадет на давление малого газа. Поехали. Есть. 3 секунды. Норма до 5. Выдержать 30 секунд. Примечание. Полную пробу двигателя проводить перед первым вылетом каждую летную смену. По истечении 20-30 секунд обороты компрессора высокого давления должны встать на свой рабочий режим. То есть 54,5-57,5%. Таким образом, сегодня мы познакомились с порядком запуска двигателя. На первый взгляд, данная процедура может показаться продолжительной, но она затянулась из-за необходимости комментировать все свои действия. Как правило, запуск, опробование, газовка, так скажем, проверка всех систем занимает до 10 минут. В следующем видео мы попробуем разобраться с рулением, выруливанием, рулением, взлетом и полетом по кругу. На сегодня это все. Всем удачи, кто смотрел. И надеюсь, данное видео вам пригодится и будет полезно.